Это первый насос господина ПЖ. Это второй насос господина ПЖ. На дворе луна и где-то при луне готовится пища. Вот так у нас готовится пища. Палькон, сканьяла, возле уличной пищи и гендаль, это наша подсветка. А мы тут нигеры, скудницкие. Или Хогвартс, скудницкое отделение. Да, но это надо сделать. Тараканьи лапки бросить надо. Еще надо серу. Вверх вот серу надо и что? Нет, там еще волос кастрированного дракона. Вот прям светится. Какое зелье. Где папыркан? Вон вошел. Вон вошел. Пошел в пищу? Да, блин. Да, блин. Да, блин. Да, блин. А, вот. Балькон, ты гений. Да, ладно. Тогда я буду давать старт. Готовы? Когда зарядились и готов к серебе, говорите, готов. Я готов. Я готов. Я готов. Тогда огонь. Ну, красавица. Вот. Окно открыл. И подсматривает. А мне потом топить. Вон. Все. Вон. И без с summation. Закончил. 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 Я не удивился бы, если бы попал, потому что у меня там все гуляло, все прыгало, я там ловил зайчиков там всяких, думаю, попаду, не попаду, оп. Готовы? Начали. А, тебе про что? Вот караулит судья, вот такие вот у нас судьи. И на риск. Стреляет глаз. Я бы когда поняла, что... Стреляет глаз. Ну... Дадим есть? Жан, мне не... Я не могу сказать, когда готов, потому что на голове. Да нет, да тут ничего нету. Стреляет глаз. Door. Door. Продолжение следует... 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 Немножко инсталляции на тему Донецкой Народной Республики. Так, нам пора в лес вот по этой тропинке. Вот это ребята. Пишина. Пока что. Так, у нас тут замечается снайперская дуэль. Один из снайперов решил не идти на позицию, а решил сначала заохотить другого снайпера. Дуэль отменяется. Теперь стоит задача запутать противника. Конечно звук. Пробирающегося в губницу репертуара. Слайперы слышим достаточно великого. Относился к позиции в их путь. Это репертуар. Вот тут. Вот тут. Снова. То есть это получается вот так, так, вот так, 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 так. Что-то как-то крышки видно, а доски нет. Да? Крышки видно, а доски нет. Да? Крышки видно, а доски нет. Нет. Так. А дистанцию здесь? Есть. Свою подъезд. Крышки. Крышки. Ну вот. Тут своя. Я-то. Хм-хм-хм-хм. К нам в гости. К нам в гости. И спалок вообще плохо. Приходится делать самодельные палки. Палка лыжная. И спалки. Вот зачем с собой нужно всегда иметь такой нож. Сейчас нас запалит кто-нибудь по стукам. А видно? Это фальт. Ха-ха. Туда. Нас поправлю. Где вы тебя? Засадь. Полято. Что там? Надо вперёд, и тут у меня ещё вы. Что не там – просто вы увидите, просто до выпуски, просудите. Герои всегда идут кругом. Победа будет за нами. Надо помнить, что Беркут, когда идет, он тоже ничего не слышит. Поэтому это можно использовать. Пошли, говорят. Ну что ж, пошли. Пошли, говорят. Пошли. Пошли, говорят. Пошли. 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 Так и голоса слышу где-то на три часа. Ты попал сильно правее в этот, в пень какой-то наверху. Опять в этот. Попал. О, сбил. Так, противник приближается. Оттуда, да. Так, я рту там, их тут двое. Значит, те были там, а эти тут. Ну, все равно выезжали. Все равно вы первые. В гости. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, места пошли знакомые. Субтитры сделал DimaTorzok. С виду схежий. Ух ты ж я. Прям в тимчика. Но есть шанс набить. Но есть шанс набить. Если поправку угадать. Плюс у тебя там, ну возможно это только мое, но там придется отстраивать паралавс. Вот такую дистанцию. Но набористская поправка была выше. Да. Там чуть не на три с половиной. А тут еще будет где. Да. Есть. Угадал. Да. О. Дополнительный. Поехали. Сейчас люди поличные. Да. И еще ждут полиции, да? Да. И еще ждут полиции. У нас тут одна своя и пять, что ли, шесть, семь. Одна мимо. Одна мимо. Уже кого-то подстрелить. Как минимум, желательно. Я тогда к мишеням, когда ты их найдешь. Крест начата. И крест подбит. Подбил. Есть. Попал. Есть. Седьмой. Есть. Так, ну что, вы что думали? С оператором припишите. Оператор тут тоже не просто так. Тихо в лесу. Надеюсь, и спит барсук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то вверх уже подбил. Доблесный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы вступили в лоберину. Запал. Ты просто время от времени через оптику поглядывай, взглядишь и увидишь. Продолжаем продвигаться по лабиринту. Ищем позиции и инкуирующую фирму. Прошлась пропажа. По-моему выше. Есть. Теперь в круг или в треугольник. Есть. Теперь в круг. По-моему мимо. Да. Ну тогда все. Тоже неплохой результат. Ну и в общем, решили мы идти в подход от лабиринта и налево. Вообще здесь интересно. Вообще со зрениями тоже. Внутри. Все. Внутри. 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 Это ж комли. Арктическая акробатика. С элементами легкой эротики. Антиснайперов. Снайперов. Вообще здесь кого бы то ни было, вообще нет. Правда? По следам кто-то протоптался. Не на лыжах. Вдруг девчонки. Вдруг там сидит хитрый беркут. И все это время он нас там ждал. Один деятель там пробирался, который здесь эту шеретку коптал. Ну, в общем, они ему пригодились. Тут очень хитром лесу, хитрые кусты. Снимаем зимнего снайпера в естественной среде обитания. Пробирающийся к кедье. Оператор, похоже, тоже зимний и тоже в естественной среде обитания. Моталки. Ни одной елки. Багира, я уже лезу. Ух! Ухууууууууууу! позиция какова наша диспозиция потом взять образцы мороз это значит резидент резидент это такой арктический мы подходим к позиции попробую вообще хоть попасть есть ну смотри есть папа что меня идея какая мы можем не идти на дополнительную позицию мы можем отстрелять барабан дополнительной здесь есть крест подбит теперь можешь треугольник еще раз стрелять вроде попал ах ты черт есть 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 крест там уже хрен поймешь попал то не попал там ты размолотил уже есть вот такие вот миски и будни это мозговая Порнография. Мозгало. Порнография. 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 Никто не против. Да, как в пенсионном ходе. Этот, ну, автор юмористических. А где ты его на голову? Что ты так стоишь? По ней дрова есть. Что там надо было? Какие-то ложки подставлены. Итак, вторая группа выдвинулась на позиции. 12.05. Вышли с резидентом. И Беркут нас провожает. Пока они даже боятся лыжи одевать. И здесь уже полыжнее дойти до той позиции. Вот. Желательно все это сделать быстро. Ну, по возможности только. Хотя я что-то в этом сегодня не верю. Но не в том, что быстро получится тоже. Вот мы входим в хитрый лес. Через какой-то хитрый вход. Правда, лужня тут есть довольно натоптанная. Вот так. 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 Все подставки. Первое. Компасение. 350 надо идти 350 150 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 Продолжение следует... 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 Быть может, если лыжи убегают, значит это кому-нибудь нужно Лыжи решили устроить бунт У них Майдан Эти самые бешеные лыжи Бешеное мясо уже было? Нет, это бешеное дерево А, бешеное дерево, да Да, вот такие у нас тут дела в лесах мещеры творятся Мало никому не покажется И пусть никто не уйдет обиженным Что-то с лыжами у него Потеряли Оперативный ремонт В полевых условиях Лыжный ремонт Да Что ж Уже без десяти три И других позиций мы так и не нашли Следы Здесь есть Много их То есть тут однозначно Кто-то их ставил Кто-то На них ездил стрелять уже Там неизвестно Может, где-то кто-то Поджидает Резидент, например Но нет Пока мы не встретили никого Ну и не нашли Соответственно Ничего У нас тут участок повышенной кустистости Там, где прошел резидент Образовалась просека Теперь можно ее тоже добавить на викемапию Есть треугольник Опять в него Так, попал В три точки Попал Чтобы попасть Затем ты почти в крест В левый верхний угол колеса Представляешь? Круто Ну что, идем теперь на дополнительную У меня, кстати, рикошет попал Причем В край глаза Практически Было, ну, не то, чтобы сильно больно Но чувствовалось Так, что мы на дополнительную идем Ну, четвершую Идем по нему по дороге Ага И здесь прямо Прямо к рекламу Крутого халат Откадываемся Судя по накатной лыжне Тут уже кто-то был И кто-то что-то делал Главное Что сейчас здесь никого не оказалось Блин Ой Так На первый взгляд Что там к макияжу Ну, тут кто-то кого и не увидит И Могут возникнуть Скажем Некоторые Чертые Даже вот Не хотелось бы Ничего Чертые Ну, мы будем Потихоньку Подскадываться Насколько Возможно Такому Крепущему Небо О, кажется Я наблюдаю позицию Небо над зимними болотами На предыдущей позиции Одна Часть видео Не записалась Там резидент Попал таки В свой круг Идем на последнюю позицию Ориентирую При заходе На последнюю позицию Тем временем Начинает темнеть Оля Мы, конечно, мало Прошли Но хотя бы Понимаем Мы идем Туда В поиск Последней позиции Вон Квозь Камыши Какие-то Кусты Где мы ломимся Оказались Довольно-таки Мокрыми На лыжи Налипает Жижа Которая Сразу Превращается В лед Надеемся Что цвет Тапаем Это было Железку Есть Дальше Еще Верно Попраться Делал так, чтобы меньше Не болталось Подошвы Расправить Вот это Жак Выдвинулся На позицию Первый у него Хальконская В списке Время Одиннадцать Часов Две минуты Это я на камеру В облином Рванулись Базы Куда-то Страшные Скорости Какой у нас план С бачка Начинаем Что-ли? Потом Будем На резиденту Потом На беркну И заканчиваем Ловить Понятно Ну Смотрите Плотный Куст Молодой Лесник Скорее Все Вот эти Следы Это его Обход Нет ли Такого Варианта Сейчас У нас Да Как раз Минус Двадцать Градусов На улице Давно У нас Не было Плюс Двадцать Будет Как раз Да Плюс Двадцать Это Нужны Будут Лодки А не Лыжи Или Водные Лыжи Вот так Ребята Это Снайпинг Лесной Зимний Снайпинг Сейчас Идет Двойка Беркут Шаг Против Нас Если Все Верно Это Гоблин С Фальконом И Марс С Резидентом Это Уже Как бы Факультатив Гоблин С Фальконом Представляет Наиболее Интересную Как Соперническую Цель Так Скажем Сейчас Мы Заходим На позицию Холм Которая Только Вчера Была Установлена И где Она Находится Мы знаем Только Благодаря Отметке На карте Реально Ее Никто Из нас Не видел Первой группы Поэтому Сейчас Гарантировано Что Кроме Нас Тут Никого Нет Впереди В итоге У нас Есть Шанс Не особо Камуфлироваться Немного Подмерзают Пальцы При Оперативной Работе С Оружевной Аппаратурой Так В принципе Если Нету Ветра В лесу Его Нету Примерно Вот Такой Вот Ага Ну Судя По Следам Надо Идти Вперед А там Искать Поворот Походим Хитрый Лес И Основательное Занесло Снегом Гоблин Идет К полиции Наросы Солнца Лес Очень Красивой Так Гоблин Стреляет В круг И попал Первым же Выстрелом В круг Попал Есть Попал Попал Гоблин Закончил Поэтому Нам Сейчас Самое Главное Не встретиться С ними На этой позиции Близи Денковой Я не думаю Что они Настолько Системные Я использую Информацию Президент Возвращался Когда Возвращался Он выходил Через дорогу Вернее Через нашу Протоптанную Тропинку Я хочу По нашей Тропинке Пройти И таким Образом Найти его Позицию Длинулись Это Особая Часть Хитролесия Галабушкинская Мы ее Называем Потому что Заход Через Через Так Это все Что-то не так Я думаю Со следами Это был Круг почета Так Кажется Мы выходим На позицию Позиция Холм Ну Действительно Место Приподнятое Надо сказать По-своему Красивое Вкус Вкус У Фалькона Который Ее Ставил Явно Есть Но Не стоит Забывать Что Это Самая Близкая Позиция Из Всех После Этой Как я понимаю Мы пойдем На молодую Да Логично Почему Барбан Пустой Ты его Не зарядил Ну Извини И так Стреляешь Свою Да Тем более Что зимой Могут Изменяться СТП Есть По-моему По-моему Я ее заделал Чисто по краю Показать Нету Мы лунемся Между Фальконовой Молодой Молодой Лесник Зимой Немного Сник Снег Глубокий И лед Синевокий Я иду Вперед Смотрю Куда Жак Прет Это движение Системы Напролом И Туда Совсем Вижу Не влом Надеюсь Это Все-таки Не булудень Иначе К концу дня От нас Будет только Студень Выходим На угол Тихонько И аккуратно Чтобы не спугнуть Добычу Которая Вполне Может оказаться Где-то рядом Идет штурм Просите Резидента С той стороны Вышли на угол Нарушенный Боевой Извод Уже здесь Нас могут Поджидать Опасности Поэтому Идем Без палок Резидент Вел Винтовку На перерез Резидент Может быть Оказаться Рядом На своей Позиции Просмотрим Не могу Режу Это Режу Режуст Просмотрим Режу Бlik Позор Долг Режу Раз Режу Режу Чап Долг Режу Режу Долг Долг Режу Режу еще я прикрываю я на прикрытие пока девайс позиция очень интересная висит близко и высоко попал куда-то не туда а зимой у нас то есть да, нам вот если взять сосну вот эту и дальше прям-прям-прям от начала спасибо за компас что тут как-то прохладно план гоблина в том, чтобы миновать поскорее охоженные трупы чего мы уже сделали я видео записал и идти просто по азимуту на торфоразработке гоблина считает, что жак пойдет по схоженной лыжне вот тут мы, вероятно, кого-нибудь встретим есть вариант, но это уже будут их трудности мы подходим к молодой вот такой тут лес удалой где-то рядом позиция да простит нас инквизиция проломились еще тут молодой лесник выходит, кажется, на дорогу все идет по плану ну да, но они могут пойти навстречу как мушкетер не пошел в обход как пьяный крот пошел напрямки и попал в дамки теперь на позиции в одной коалиции ну что красивые позиции, согласись что ржешь-то а, мимо что-то поэтому лучше положить к коврику и не сползаться с него ушел сразу по самые яйки да, только что стоял успешное переползание на коврик, слышь потому что тут даже не видно, как растет камыш он ушел под снег в общем, здесь ощущаешь, как на минном поле то есть один шаг мимо там коврика или лыж и ты по пояс в снегу ну, может хотя бы там по бедра вот, вот видите вот такие движения они неспроста тут можно вот так вот, да вот так, нормально нормально да, пойдет то есть без лыж тут или снегоступов можно даже не соваться а если снег рыхлый и мягкий то тут даже на беговых лыжах снег вылетел снег вылетел да убито есть есть, убил а куда пойдем обратно пойдем ага вот вроде бы вход но мы решили туда не идти дальше левее должна быть почти на том конце мимо ясно что-то гоблин не попал не рано шли догонять стрелялись две своих ага одна своя две дополнительных сейчас мы каким-то хитрым макаром должны выйти на лыжнюк который мы еще не делали пижню это минхольд под коверный проход по кабаним следам скрытый беркут с боберганом тайный путь главное здесь лыжи не гнуть и будь осторожен марки возможен на главную аллею хотя она не похожа это все еще проход минхольд но его просто надо знать что это изменилось тут уже топология ух и ух и ух и ух мы сейчас находимся тут где-то У меня идея какая-то. У меня вот здесь вот шла моя тропа, после чего она уходила вот здесь вот и вот здесь вот шла. Да. Вот. То есть вариантов два. Вернуться по этой тропе, после этого съехать сюда. Ты ведь выезжал. Да, так можно. Где-то здесь. Ну и когда позиции возил, как-то так и делал. Как-то сюда заезжал. Да. То есть я когда взялся обратно позицию, я именно так. Соответственно, тебя можно вытопить таким образом. Потому что, скорее всего, здесь будешь, знаете, беркут. Они это место очень хорошо знают. Вот. И они будут думать как. Сейчас я вот дойду сюда и как этот самый. Спокойно с заходом сюда и потом обратно. Вот. А я пройду по своим путям. Они где-то как-то вот так ушли. Вот до этого перекрестка нашего. Ну или до твоих следов, грубо говоря. А дальше по твоим следам, вытроплю сюда. Сделали мы крюк километров сорок. Еще страшно, зато теперь прямым курсом в сторону базы. За патронами. Хотя могут. Я могу сходить, посмотреть, есть ли там что. Что-то идет, я слышу. Но никого не видно. Ты слышишь? Хрусты есть. В любом случае, это не близко. Не близко. Да. Это где-то дальше, блин. Это где-то в районе Поряны. А он не идти в стольный угла. Но я могу сейчас пойти вперед бомбочкой. Если что, я тоже там пошублю. Если тихо, все тихо. Амира, гоглина, пылесые, пока я менял аккумулятор. Но не попал. Стараюсь, что я не попал. Нет, 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 нет. Есть. Вот они где. Тут позиция рядом. Ну, почти. Ну, и где твоя граната? Я уже вытащил ее. Просто устал бы не вала. Ну, видишь? Я уже устал бы не вала. Ну, а что ж ты не воспользовался случаем? Ну, ты же не стал? Я бы стреляли уже. Нет. Две остались, я одна. Две. А у вас? Ну, мы три, но мы не пошли на вашу дальнюю. Мы вас ждали, ждали, когда вы вберете. Где, где, где? Ждали, ждали. Ну, вот с Фальконовской. А мы пошли сразу на мою, и мы не пошли обратно по следам. Так что вы могли нас ждать там хоть бесконечно. Мы уже ушли оттуда. Нет. Мы ждали, пока будет эти самые позиции, чтобы нам пострелять. Мы пришли и стояли. Вы там тусовались, стреляли, что-то обсуждали. Да, мы слышали, что кто-то там сидит. Мы просто пошли не... Ну, и мы тоже. Мы пошли не по следам. Мы ушли, и мы стали стрелять, да. Вот мы и слышали ваше выстрелы. Ну, что? Снайпер упустил фрага? Ты упустил, да. Ну, и они упустили. Как бы ничего и разошлись. Мог. Ты всех мог подстрелить. Кого захотел. Это они нас, значит, караулили на фальконе позиции. А мы, видишь, как мы ушли другим путем. Добиться. Комельный лес. Комельный лес. Мы идем сквозь Комельный лес. Вот такая резидентовая позиция. Раз, вот так, да? Убил. 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 Четвертый дополнительный. В общем, девять. Девять дополнительных, хотя. Три своих, девять дополнительных. Но со временем напряженка. Фрагов. Все фраги были явно размягшие. Были не готовы вообще не атаковать. Можно было брать тепленькими. И ты знал, что они идут на тебя. Ну, надо было покрыть их, конечно, огнем. Но ты что-то, видно, мозги замерзли и не были готовы. Возвращаемся на базу. Вышли хитрым выходом с позиции резидентовой, воротообразной. Теперь, медленно и печально, возвращаемся на базу. Вот такой у нас бодренький шнайпинг. На улице все так же минус 20, если не больше. Во всяком случае, пальцы мерзнут весьма-весьма исправно. Начали. Ничего себе, тварь. Вон вверх, когда он еще такой высоко. Все. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Все. Да. Да. Бегло? Давай. Давай еще раз. Давай. Без хабричства. Без хабричства. Удачи всем. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот идет группа демонтажников позиций. Можно сказать, группа в бородатых купальниках. На дворе минус 25. Мерзкий морозец. Съема позиции не помеха. Делимся на Луну. Определяем баллистическую поправку. Сейчас она чисто прицеле. Ну вот сейчас пока в прицеле, значит, будем настрадать прицел. У кого у меня? Чтобы дырки от пуль попадались. Равно в перекрести. Съема рычага. Показывайте, там вам нравится причиной декоративности. Р씨 смеет. Ребята? Субтитры создавал DimaTorzok